Меня зовут Екатерина. Сейчас, наверное, поставят мою презентацию. Я сама себя представлю. Я генеральный директор компании iTrack. Мы занимаемся разработкой сайтов, внедрением CRM. В общем-то, сегодняшняя насущная тема. О чем поговорим? Поговорим о том, как организовать продажи через интернет-магазин и через CRM. И будем говорить про реальные кейсы, про наших клиентов, про работающие бизнесы. Не просто про интернет-магазины, которые мы сделали и которые, в общем-то, никак не развиваются, и у них нет заказов и не очень большая посещаемость, а реально о тех бизнесах, которые работают. Помимо нашей основной деятельности, мы еще занимаемся разработкой самого правдивого рейтинга CMS. Проводим такие исследования достаточно давно. Уже, наверное, больше 10 лет. И рынку веб-разработки мы известны в большей степени поэтому. И вот у меня для вас совсем свежая аналитика. Мы взяли тысячу сайтов самых популярных интернет-магазинов по версии Яндекса. И посмотрели с помощью отпечатков, какая CMS-ка используется на этих ресурсах. Оказалось, что более 700 интернет-магазинов из этой тысячи разработаны на CMS-1 из Bittrex. Это нас приятно удивило, потому что если посмотреть рейтинг CMS вообще среди всех сайтов в зоне RU и RF, то там доля значительно меньше, и там превалируют, конечно же, бесплатные CMS-ки, такие как WordPress и Joomla. Но именно в коммерческом сегменте, там в работающих бизнесах, там превалирует Bittrex. И наша компания занимается разработкой сайтов уже больше 15 лет. Где-то лет 5 назад мы разрабатывали сайты на разных системах управления, на Netcat, и на Bittrex, и на Joomla. Но вот лет 5 назад сделали свой выбор в пользу Bittrex. Я думаю, что вы тоже, в общем-то, не ошиблись. Система развивается быстро и качественно. Вот некоторые интернет-магазины, которые мы разработали, и на примере которых мы сегодня с вами будем говорить. Здесь у нас и косметика, и автозапчасти, продукты питания, одежда. И это очень сильно соответствует статистике. Она не новая, 2014 год. Здесь показаны отрасли, среди которых интернет-магазины развиваются лучше всего, и указаны их обороты. Собственно, это отражает и запросы рынка, и аналитику того, что действительно продается в интернете. Когда я готовилась к этой презентации, я, несомненно, хотела вам рассказать про новый продукт интернет-магазин плюс CRM, но я решила сделать такой некий обзор. Вообще, как происходила трансформация интернет-магазинов. Мы общаемся очень много с клиентами и видим по запросам клиентов, чего вы хотите, чего хочет рынок. И хочу рассказать, что я решила провести мини-исследование по нашим клиентам, провела по ним опросы, спросила, как они работают, что они делают с интернет-магазином, как они привлекают туда трафик, как они обрабатывают заказы, какая вообще у них инфраструктура. Проанализировала запросы, которые приходят в нашу компанию, и вот что у меня получилось. Самая такая простая модель – это просто интернет-магазин, который не интегрирован с какими-то внешними системами, но он рабочий, он приносит заказы, приносит деньги, но он абсолютно обособленный и самостоятельный. Примеры. Вот такой интернет-магазин называется «Лавка Папа Карлы». Они занимаются изделиями из дерева на заказ, продают всякие таблички, имена, буковки, сувенирчики. Но вот здесь магазин начинающий. Это не основное направление бизнеса у компании. Они запустили специально отдельное направление, которое решили развивать в интернете. Сайт запущен, заказы идут, ни с чем пока не интегрированы. Самый простой вариант. Еще один вариант – компания Monomount. Они продают сумки, всякие чехольчики для телефонов, бумажники, кошелечки. И вот эта компания работает уже больше пяти лет. У нее с заказами все хорошо, ни с чем не интегрировано. Конечно, используются какие-то системы отдельной статистики, аналитики, но заказы ведут только в интернет-магазине, никуда это не передают. Отдельной учетной системы нет в Excel, но тем не менее. Вот такие вот у них показатели. За сегодня у них 30 заказов, вчера было 80. В целом за год они напродавали уже больше, чем на 10,5 миллионов. Абсолютно работающий бизнес. Следующий тип интернет-магазинов – это когда используется сайт плюс какая-то учетная система. Зачастую в 99% случаях, конечно же, это 1С. 1С совершенно разных конфигураций. Это может быть управление торговлей, предприятие, бухгалтерия, ERP, что угодно. И это самый частый запрос того, что поступает к нам в веб-студию. Сделайте нам интернет-магазин на битриксе, синхронизированный с 1С. Сделайте нам интернет-магазин, там, редизайн нашего интернет-магазина, обязательно интегрировать его с 1С. Или у нас есть интернет-магазин, и у нас есть 1С, мы хотим подружить. Это самый частый запрос. И, в общем-то, большая часть кейсов, наверное, сегодня лежит именно в этой плоскости. Интернет-магазин косметики – это российское производство. Точно так же они запустили отдельный бренд, запустили отдельное направление именно под интернет-торговлю. И продвигают эту косметику через блогеров. Канал хороший, работающий. Они не используют ни SEO, ни контекстную рекламу. Только посты у блогеров. Буквально один пост однажды завалил нам сайт. Мы не ожидали просто такого наплыва посетителей. Было не очень много заказов, но почему-то было очень много переходов. С тех пор они стали как-то больше, наверное, выбирать блогеров. Теперь уже более такие конверсионные приходят переходы. За выходные от одного поста было 40 заказов. Как они работают? Все заказы, которые поступают к ним в интернет-магазин, они обрабатывают в админке сайта. Здесь они видят все заказы. Оператор подтверждает, звонит клиенту, подтверждает доставку, количество, состав заказа. Дальше отправляют это все из админки в личный кабинет логистической компании. Они работают с ДЭКом, с Боксбери. И дальше этот заказ уже в админке сайта не отслеживается. Как только он подтвержден, оплачен и отправлен в личный кабинет сервиса по доставке, дальше уже это все уходит в 1С-ку. И в 1С-ке они уже снимают показатели и аналитику. Ну, какие здесь есть про плюсы и минусы, наверное, потом поговорим. То есть что они смотрят в админке заказов? Получается, только принимают заказы, обрабатывают, отправляют, и дальше на этом работа заканчивается. Клиентская база как таковая не копится. Ну, это сейчас вот такой вот текущий шаг. Следующий бренд – это бренд, известный среди косметологов, Кристина Косметикс. У них бренд, в общем, распиаренный по всему миру и очень известный в своих узких кругах. Долгое время они работали в офлайне. Года три назад решили перейти в онлайн, продвигать свою продукцию в основном через клиники, через салоны красоты, через косметологов и решили открыть интернет-магазин непосредственно для своей целевой аудитории. Сделали интернет-магазин. Точно так же полная синхронизация с 1С, амплатуров, остатков, цен. Самое главное, что здесь еще у них реализована программа лояльности для косметологов. В зависимости от того, какой объем закупки уже произведен, у них разные скидочные цены. Соответственно, косметолог, заходя в личный кабинет, в интернет-магазине может видеть персональные цены и сделать заказ. Все заказы улетают сразу в Одинеску с нужными ценами, с нужными скидками. И там же в личном кабинете косметолог смотрит историю своих заказов, может их повторять, потому что они делают их регулярно для своих клиентов. А весь учет всех заказов и их обработка происходит в Одинес. Опять-таки, здесь пока ни о какой CRM речи не идет. Бренд французской компании – это бренд женских сумочек, кожгалантерей и разных сувениров. Очень тоже похожая история, самый частый, с полной синхронизацией с Одинес, в разрезе номенклатуры товаров, остатков цен, заказов, статусов заказов. Все тоже обрабатывается в Одинес. Вот недавно запустили тоже новый интернет-магазин, Докаршина, очень известный бренд в Туле. Это и автосервис, и продажа шин и дисков, различных масел и жидкостей. У них интернет-магазин уже был, но они задолбались, как они нам сказали, обрабатывать все эти заказы в админке, заливать товары из каких-то непонятных прайсов, разных поставщиков, все это сводить в одно. В общем, задача была именно автоматизировать интеграцию того, чтобы туда данные поступали автоматически, и заказы тоже копились в Одинес. Задача – редизайн сайта плюс интеграция с Одинес. Какие плюсы и минусы у этих самых частых кейсов, которые сегодня, как мы видим по рынку, как мы видим по вашим запросам, самые популярные? Плюсы. Ну, конечно же, в автоматизации и синхронизации всех данных между учетной системой и вашей площадкой интернет-магазином. Конечно же, всегда актуальные остатки, актуальные цены, персональные цены, скидки, все учитывается, все передается. Все синхронизируется, сайта сразу попадает в Одинес, в Одинес вы уже снимаете статистику. Какие минусы? Минусы, которые еще большинство из этих клиентов не осознали. Я когда общалась с каждым из этих клиентов, спрашивала, а можно ли там публиковать ваши данные, вообще расскажите, как у вас обстоят дела. Говорю, ну вот вы не используете CRM? Я была удивлена, честно, у нас вроде продвинутые клиенты, это устойчивые бизнесы. Они говорят, а зачем, а почему? Я говорю, ну вот есть же возможность накапливать данные, сегментировать клиентов, делать по ним какие-то реактивации, делать до продажи. Они говорят, да, точно, нам как раз этого и не хватало. То есть осознание еще не пришло. Не имея CRM-системы, минусы у нас, не сохраняются коммуникации с клиентами, то есть ни в Одинес, ни в интернет-магазине у вас не сохранится звонок, переписка, договоренности, задачи вы себе поставить не можете. Нет возможности собрать сегменты по покупкам и реактивировать эти сегменты на дальнейшие, до продажи, рекомендации и прочее. Следующий тип наших клиентов и кейсов, которые я вам сейчас буду показывать, это сайт плюс 1С плюс CRM. Но CRM отдельно стоящая, потому что у бизнеса, помимо интернет-сектора, есть еще реальный сектор в оффлайне. Это какие-то розничные точки, магазины, может быть, B2B-продажи. И там CRM интегрировано с сайтом только на уровне поступления лидов из каналов коммуникации. То есть это какие-то онлайн-формы, обратные звонки, чатики и так далее. Ну вот, например, компания вкусный мастер, они поставляют кофе, чай и воду в основном B2B-сегмент. И у них это, по-моему, около 90% их доли. Они для B2C запустили интернет-магазин. Здесь можно приобрести вкусный чай, кофе в каких-то подарочных упаковках и целые наборчики. Тоже все интегрировано с 1С, но есть еще отдельно стоящая CRM, куда попадают все лиды. Ну вот еще один пример. Это компания Torrance Auto. Они продают двигатели, бывшие в употреблении, для разных марок автомобилей. У них там порядка, по-моему, 18 городов представлено. Они в основном работают в интернете. Вот, и у них стоят, здесь мы видим, значок открытых линий, который устанавливается от CRM-системы. Куда мне отойти, чтобы вы видели? Все лиды, соответственно, с разных форм, написанные какие-то письма на почту, заполненные формы обратной связи, обратные звонки. Все попадают в CRM-систему. Здесь ни один лид не потерян. С ним связываются, их обрабатывают, выясняют, чего не хватило. У торрентса это вообще очень частая история, потому что бывает так, что потенциальный клиент приходит на их площадку и не видит двигателя для своей марки автомобиля. Или, например, может быть, даже он нашел, но в наличии его уже не оказалось, и тогда он оставляет заявку, чтобы его оповестили, когда такой двигатель появится в наличии. Собственно, здесь они с этими лидами работают, но сюда не поступают заказы. То есть, если клиент в интернет-магазине товар оплатил, сделал заказ и совершил покупку, то уже в CRM-систему он не попадает, он прямиком сразу попадает в 1С. А здесь мы отслеживаем только тех клиентов, которые еще покупку не совершили, и доводим их до покупки, продвигая поворонки. Какие плюсы у этих решений? Ну, плюс в том, что как минимум вы не теряете ни одного клиента, у вас копится база. Правда, база у вас не в едином месте, она разрозненная. База у вас есть отдельная в CRM, это все ваши потенциальные клиенты, и, может быть, те, которые стали, которых все-таки довели до покупки реальными клиентами, ну и те, которые еще там не свершились. Плюс в том, что вся коммуникация сохраняется с этими потенциальными клиентами. Вы видите, кто когда обращался. Может быть, он обращался в прошлом месяце, двигателя не было. Вот в этом месяце двигатель пришел, вы его повестили, и он пришел в реального клиента. Здесь уже можно подключать сквозную аналитику, потому что к вам с интернет-сайта, с вашей площадки поступают люди, и вы можете отследить, а с какого канала он пришел, какой был источник. Как вы знаете, сквозная аналитика доступна в самом продукте уже BITREX 24 CRM, о котором мы будем разговаривать. Какие минусы? Минусы заключаются в том, что заказы-то все-таки мимо идут, и единой клиентской базы у вас нет, и, соответственно, те же самые проблемы. Нет возможности собрать сегменты по покупкам, и нет возможности настроить работу с этими сегментами для дальнейших допродаж. Следующий прямо тоже суперпопулярный кейс. Сейчас все чаще и больше приходят заказов именно вот такой формулировки. У меня есть RM-система, у меня есть 1С, у меня есть сайт, и я хочу полную трехстороннюю синхронизацию. Тоже реальные бизнесы, хорошие клиенты, все у них, слава богу, хорошо. Компания To Be Bright, наш клиент, они занимаются продажей свадебных платьев и вечерних. У них как раз-таки полная трехсторонняя синхронизация настроена. Причем есть специфика бизнеса. Очень часто такие платья клиенты не покупают сразу. Это не спонтанные покупки. Если говорить про свадебное платье, вы все прекрасно знаете, что, наверное, девушка может выбирать их месяцами. Вечерние платья, в общем-то, та же история. Они заходят на площадку, выбирают то, что им понравилось, добавляют в избранное, и потом делают заявку на примерку. Доезжают в офлайн-салон, делают примерку, и там на месте могут совершить покупку. Если покупку не совершили и не решилась девушка в этот момент в примерке что-то приобрести, то потом она возвращается на сайт и может это приобрести. Поэтому им жизненно важно, необходимо использовать CRM-систему, потому что все заявки на примерку попадают сразу в CRM-ку. Они доводят поворонки, естественно, для того, чтобы потенциальный клиент к ним дошел, примерил. А потом обязательно нужно уточнить, какое же решение она приняла, и ее нигде не бросить, не оставить, и предложить ей какие-то альтернативы, если что-то не понравилось. И, соответственно, если все-таки покупка произошла, то нам тоже нужно учесть, что это был именно лид сайта. Все это учитывается у них трехсторонне во всех системах. Но обработку заказов непосредственных, тех, которые уже свершились и покупка произошла, ведется в 1С. То есть после оплаты обработка в 1С, а до оплаты, те, которые еще не решились купить в CRM, вот такая вот логика реально работающего сегмента. При этом у них порядка, по-моему, четырех салонов. Иногда люди приходят ножками непосредственно в салон, не заходя на сайт, говорят, я знаю ваш бренд, хочу выбрать платье какого-то мероприятия. И покупка может совершиться в офлайне. Но у этих ребят регламентировано, у всех работает таким образом, что если даже произошла покупка в офлайне, то менеджер на месте заносит эту покупку в CRM-систему для того, чтобы была единая клиентская база со всеми заказами. Еще один любимый клиент – это компания Daniel, наверное, старейший бутик в Москве для детской одежды, поставки брендовой европейской одежды. У них тоже все реализовано. есть интернет-магазин, который полностью синхронизирован с CRM-кой и учетной системой. Но в данном случае у них используется самописное программное обеспечение в качестве учетной системы и CRM-ки. И там вся обработка ведется в этой самописной программке. Но в целом как бы все плюсы и минусы того, чтобы все было в одном месте и была единая клиентская база, здесь соблюдаются. И еще один последний кейс – это компания «Живой кофе». Их продукцию вы можете встретить на полках магазина. Они продают кофе, чай, очень вкусный мед, суфле. Тоже работают в основном с B2B. Ну, никак не с B2B, а с поставками в ритейл. В B2B отдельно сидит отдел продаж, и интернет-магазин предназначен для B2C клиентов. Здесь тоже трехсторонняя синхронизация. Вот так вот можем увидеть, так работала трехсторонняя синхронизация до тех пор, пока мы не начали пробовать новый продукт интернет-магазин плюс CRM. Здесь у нас логика какая? Заказ сайта попадает одновременно и в 1С, и в B2C 24. Заказ сайта превращается в сделку. И здесь мы тоже видим некую воронку по статусам этого заказа, что заказ не обработан или он уже подтвержден, обработан, оплачен, принят в работу и его уже доставили. Чем удобно именно такое представление, нежели списочное, которое вы можете видеть в административной панели вашего сайта? Здесь вы всегда можете отследить, на каком этапе могут зависать ваши заказы, какая сумма всех заказов на каждом из этапов. Вы можете отследить аналитику, какая у вас в среднем длина вашего заказа и где действительно возникают проблемы. На каждом из этапов вы можете строить какие-то автоматические уведомления клиенту, не прибегая к программированию. То есть если, например, заказ обработан, здесь автоматически может уйти смс, что вот ваш заказ с таким-то заказом обработан и уже к вам отправлен, и он уже у вас в пути. Вот так выглядит карточка заказа. Мы сейчас попадаем с вами в карточку сделки. Тут есть различные табы. Если перейти в товары, то, собственно, вот то, что выбрал клиент в интернет-магазине, оно попадает сюда. Какие плюсы? Плюсы, те минусы, которые были в предыдущих слайдах, здесь становятся плюсами. У нас полная клиентская база. Мы можем собрать аналитику, мы можем цельно отсматривать сквозную аналитику, смотреть реально, какие источники у нас работают. Мы можем видеть все каналы коммуникации и все коммуникации в одном месте. Они подключены. Копится история по каждому вашему клиенту. Вы открываете карточку клиента и видите, когда он к вам обращался, о чем он говорил, когда звонил, что писал, какие заказы делал. Можете всех ваших клиентов отсегментировать и с этими сегментами динамически работать. Какие минусы? Если вы когда-нибудь делали интеграцию с 1С, наверняка вы это делали, тут много интернет-магазинов, то вы знаете, что иногда эта интеграция может давать сбои, особенно на первоначальном этапе, когда вы только ее запустили. И отлавливание всех этих багов может занимать зачастую месяцы. Поэтому мы делаем отдельный лог ошибок. Не все можно сразу протестировать и посмотреть. И мы периодически их отлавливаем. Через какое-то время начинает работать стабильно. Но первое время это обычно тяжеловато. А когда у нас полная трехсторонняя синхронизация, то количество таких сбоев может увеличиться не в два, а то и в три раза. Наверное, это единственный минус, который я здесь увидела. Ну и плюс все-таки работать в трех системах сложнее, чем работать в двух. И недавно, вот как вы сегодня, так и мы где-то пару недель назад узнали о том, что вышел новый продукт у Bittrex. Это интернет-магазин плюс CRM. Пока что у меня нет готовых кейсов, которыми я могла бы с вами поделиться. Но мы решили протестировать, как, в общем, работает это решение. Это роботизированная e-commerce платформа, как ее назвал вендор. Мы решили взять один из новых своих кейсов. Это компания Kimchi Cosmetics. Они продают корейскую косметику. У них несколько розничных точек в Санкт-Петербурге. И в интернете они продают по всей России. Вот так вот выглядит их сайт. И, значит, мы взяли интернет-магазин и конвертировали его в новый продукт, который называется интернет-магазин плюс CRM. Я хочу вам показать по шагам, как это выглядит. Мы начали вчера в 11.01. Запустили этот тест. Приветствует нас окно мастер установки Bittrex 24 и говорит, что, в принципе, процедура будет состоять примерно из трех шагов. Это проверка обязательных требований, установка требуемых для Bittrex обновлений. И установка сайта со всеми необходимыми модулями. Здесь мы просто двигаемся по шагам. Скажу честно, с этим справится, в общем-то, обычный пользователь, за исключением двух моментов, которые могут встретиться вам по пути. Установить веб-окружение – это нужно для того, чтобы новый продукт запустился, чтобы там были все необходимые требования для его запуска. Вот сюда вы обязательно вбиваете ключ, который вам нужно будет приобрести, если вы переходите на новую редакцию, нужно будет ее приобрести. И вам выдадут такой ключик. Или, например, если у вас уже есть Bittrex 24, корпоративный портал, то вы можете взять ключик оттуда, вбиваете его сюда. И система обязательно, перед тем, как вы вбиваете ключ, система обязательно попросит вас сделать бэкап. Не пренебрегайте этим советом, потому что после конвертации что-то может пойти не так, чтобы у вас была возможность восстановиться. Вот здесь в первый момент вам потребуется, наверное, программист или системный администратор для того, чтобы у вас обязательно был установлен модуль push and pull. Он нужен в Bittrex 24 для того, чтобы отправлять уведомления. Вот мы его успешно установили. Здесь, наверное, не очень хорошо видно. Обновляем все до последних версий. Здесь все понятно. Просто нажимаем кнопочки, двигаемся дальше. Здесь нужно заполнить форму, какой нужно добавить в сайт. И вот здесь еще понадобится вам программист. Второй момент, потому что Bittrex 24, который у вас появится после конвертации, он должен располагаться на отдельном домене. Для нас это было неожиданностью. Мы-то думали, что у нас есть, например, сайт shop.ru. Мы активируем новый продукт, и у нас останется сайт shop.ru. Просто появится в административной панели новый функционал. Оказалось, что немножко не так, что у нас останется сайт shop.ru. Отдельный функционал, который появится, и вот эта серая система должна быть на каком-то отдельном домене. Например, Bittrex 24.shop.ru. Вот его нужно будет завести. Немножко ждем. Все конвертируется. Последний шаг. Выбираем пользователей, у которых будет доступ к нашему новому функционалу. И завершаем. Вот, закончили мы в 12.38. Очень быстро. Вуаля. У вас из одного интернет-магазина теперь появилась целая экосистема, в которой у вас есть и CRM, и сайт. Что происходит дальше? Обычно, когда у вас в интернет-магазине вы заходите, чтобы посмотреть заказы, у вас есть раздел магазин, переходим в заказы, у нас теперь появляется такое окошечко. Заказов мы здесь не увидим. А он нам говорит, что все ваши заказы переехали в другое место и показывает нам, куда перейти. Попадаем мы вот в такой интерфейс. И тут уже все становится очень любопытно, интересно. И прямо хочется все потыкать и попробовать. Мы попадаем в заказы. И все заказы, как в той CRM-системе, которую я показывал раньше, в обычном Bitrix 24, уже выстроены в Kanban. И здесь уже есть предустановленные статусы. Смотрим дальше, как выглядит сама карточка заказа. Карточка заказа тоже очень симпатичная, красивая. Тут все необходимое для аналитики. Можно посмотреть общие данные, кто заказал, когда, на какую сумму. Можно посмотреть товары. Можно вот здесь, вот в правой части этой карточки, находится вся лента взаимодействия с этим покупателем. Зайдя в товары, соответственно, вот вы можете увидеть те товары, которые заказал клиент на вашем сайте, по какой цене, в каком количестве. Все, что ли? Ну, видимо, все, да. Другие слайды я вам не показала. И вот я уложилась, время у меня заканчивается. Давайте подытожим. Зачем же нужна CRM для интернет-магазина? Очень кратко повторюсь еще раз все, что я проговаривала до этого. Для того, чтобы у вас была в первую очередь единая клиентская база. Единая клиентская база – это ваше благосостояние, это ваш клад, ваше имущество, ваши инвестиции. Это то, с чем вы можете работать, ваш инструмент, с помощью которого вы можете делать дополнительные продажи и стимулировать клиентов на то, чтобы они вас рекомендовали. Как известно, повторная продажа обходится в 6 раз дешевле, чем привлечение нового клиента. Поэтому не пренебрегайте этим. Причем база должна быть не только единая, она должна быть автоматически пополняемая, экологичная, значит, без дублей и все в правильном формате. Имея такую клиентскую базу, вы можете ее сегментировать и сможете оперативно обрабатывать большее количество заказов за счет того, что новый продукт, а точнее сама CRM-система дает вам большой функционал по автоматизации взаимодействия с клиентами. Вы можете на каждом из этапов настроить автоматические задачи, уведомления, рассылки, можете автоматически переводить в нужный этап. То есть там возможностей очень много. Все это помогает увеличить лояльность клиентов, увеличить ваши повторные продажи. И на основе полученной информации вы сможете строить аналитику и делать более точные прогнозы. Сейчас, наверное, уже говорили на предыдущих докладах, к сожалению, у меня там не было, идет акция. До конца декабря можно приобрести этот продукт по сниженной цене. Призываю вас, если вы решили это приобрести, приобретайте через нас. Здесь все мои контакты. Подписываться на меня в Инстаграме не обязательно. Я пока не ставлю себе цели стать Инстаграм-блогером. Я в основном больше присутствую в Фейсбуке. Но, видимо, после доклада Юлии этим активно займусь. Здесь есть мой мобильный номер. Можете писать мне в WhatsApp, Telegram, как удобнее. Я во всех мессенджерах присутствую. Если вам потребуется консультация по конвертации вашего интернет-магазина, то мы сделаем это абсолютно бесплатно и поможем вам пройти все эти шаги, которые я показала. И при необходимости, там я говорила, в двух местах должен подключиться программист, это тоже поможем вам сделать бесплатно. Да, если у вас есть вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Все, передаю микрофон ведущему. Спасибо большое, Катя. Спасибо. 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 Спасибо.